Это Дивеевская глиняная игрушка. Мы работаем с детьми. А уникальность – это в Дивеевской глине. Три цвета глины мы всегда используем. На любых выставках работы в технике Дивеевской глиняной игрушки всегда узнаваемы. Различные зверюшки, домики, персонажи книг, одиночные работы или целые композиции. Экспонаты отличает особенная цветовая палитра в приятных бежевых оттенках. Галина Котова – единственный мастер в Сарове, который работает в этой уникальной технике. Дивеевская игрушка очень узнаваемая, потому что в этой технике никто не работает. Из-за чего? Потому что только здесь, в Череватове, есть вот эта белая уникальная глина, желтая, терракотовая. Она именно после обжига у нее получается такой очень красивый оттенок. Галина Котова случайно попала в Дивеевский музей глиняной игрушки. Там ее поразили большие композиции в интересном и новом стиле. С того момента Галина Борисовна стала ездить на занятия к самому мастеру Дивеевской игрушки и за четыре года освоила эту технику. После ряда городских выставок Галину Котову пригласили преподавать мастерство глины во Дворец детского творчества. У меня есть образование художника, но я никогда не занималась глиной. Просто, видимо, весь тот потенциал, который во мне накапливался, вот я сейчас все отдаю детям. Я настолько вниклась в эту работу, мне так нравится работать с детьми, вот сам позитив от детей идет. Работы Галины Котовой Саровский зритель мог увидеть на выставках в Доме ученых, художественной галерее. Не раз педагог проводила и мастер-классы к праздникам в школах города. В прошлом году Галина Борисовна в составе делегации Нижегородской области побывала в Твери на всероссийской выставке-конкурсе «Гончары России», где показала свою композицию «Глиняная песня». Когда мы привозим свои работы на выставку, наши работы всегда узнаваемые. Мы очень часто делаем композиции по каким-то произведениям, сказкам, мультфильмам. В этот раз я предоставила работы по произведению Агнии Барто. Это «Зайку бросила хозяйка», «Я люблю свою лошадку». Они, конечно, интересные получаются в дивеевской технике. В выставке приняли участие более 300 мастеров из 30 регионов России. Лучшие творческие работы отобрали для экспозиции в Тверском выставочном зале, в том числе и дивеевскую игрушку. Также глиняное творчество Галины Котовой вошло в каталог «Гончары России». Светлана Юрунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.